Уже четверть века жители села Подлесное Хвалынского района ждут, что им построят нормальную дорогу. Добраться до райцентра для них это целое испытание. В том числе и об этой проблеме говорили сельчане на прошедшей в Хвалынске площадке Праймарис. Какие еще обсуждались вопросы и кто стал участником этих предварительных выборов в репортаже Полины Федюк. Детей возить это же небезопасно по такой дороге. Как только начнется учебный год, у жителей села Подлесное забот прибавится. Каждый день в Хвалынск им придется возить детей в школу. Рейсовые автобусы к ним не ходят, дороги нет. Если летом преодолеть расстояние в 5 километров до федеральной трассы по Грунтовке еще можно, то с первыми осенними дождями село от райцентра окажется отрезанным. Глава дорога, люди сюда потянулись бы побольше. И вот сейчас мы проехали по этой дороге, там по ней невозможно ездить, как по шиферу ездишь. Там как испытание машин, но они только надолго не хватает. По словам жителей, помочь дорогой местные чиновники обещали еще четверть века назад. С тех пор здесь ничего не изменилось. Николаю Панкову сельчане не жалуются, наоборот рассказывают, что из родного Подлесного никто уезжать никуда не хочет. Иной раз мы вкладываем финансирование туда, где люди не дают отдачу. А здесь наоборот, люди, само общество, само село живет и развивается. Вот таким людям нужно помогать. Выделить деньги на строительство дороги между селами Подлесная и Ивановка, по словам Николая Панкова, можно будет уже на будущий год. Из федерального бюджета область получит 4,5 миллиарда рублей на новое дорожное покрытие. В ходе народных праймерис в Хвалынске Николай Панков о проблемах жителей узнал, что называется, из первых уст. Все вопросы выборщиков в тот день были обращены к депутатам Государственной Думы. Для меня, участника Общероссийского фронта, основное все-таки это выслушать те проблемы, которые интересуют жителей, проживающих в том или ином районе Саратовской области, для дальнейшего их решения. По итогам праймерис наибольшее число голосов набрал Николай Панков. Ему выборщики отдали 121 голос. Вторым в этой гонке стал Тимур Прокопенко. Для лидера молодежного движения это была пятая площадка. В отличие от многих других участников праймерис, его программа за этот месяц уже изменилась. Есть в регионе уже и первые результаты его деятельности. Вот накануне я вам докладываю, здесь в области создан комитет по делам молодежи. Это уже маленькая, но победа. Таких побед много. На первых двух площадках Тимур Прокопенко акцентировал внимание на том, что в Саратовской области проживает более 600 тысяч молодых людей. Их проблемами занимаются всего 5 человек в отделе по делам молодежи. Сейчас лидер молодежного движения вносит в Народный фронт уже новые предложения по борьбе с наркотизацией населения. Одна из инициатив молодежи находит сейчас поддержку. Это увеличить возраст до 21 года, запретить продажу алкоголя и табачных изделий. С чем это связано? Ну, во-первых, это мировая практика. И на сегодняшний день понимание, чтобы не делать ошибок, спешить, безусловно, с этой идеей не надо. Инициативу Тимура Прокопенко поддержали 111 выборщиков. Всего на площадке праймерис в Хвалынске выступили 7 участников. Итоги народного голосования подведут уже сегодня. По его результатам народные избранники смогут претендовать на пост в Государственной Думе. Полина Федюк, Алексей Новиков, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.